Съемочная группа программы Ревизор продолжает инспектировать Сосногорский район. Мы уже побывали в нескольких деревнях и селах муниципалитета. Выслушали жалобы жителей поселка Керки и заглянули в новую школу и детский сад, открытые в сентябре 2014 года. В поселке Поляна посетили досуговый центр, в котором ремонтные работы начались еще после первого визита Ревизора в Сосногорский район в прошлом году. Заглянули в строящийся фельдшерско-акушерский пункт с жильем для медработника, который возводят в рамках программы государственного частного партнерства. Еще один объект – многофункциональный культурный центр. Построенный все по той же инвестиционной программе, мы увидели в селе Малая Пера. Побывали и в маленькой деревне Пожня, которая в прошлом году отметила 200-летний юбилей. Дошла очередь и до самого райцентра. На сегодня в Сосногорском районе действуют более сотни спортивных объектов, 73 крытых спортивных сооружений и около 50 открытых площадок. Одно из таких доступных и любимых мест – местный лыжный стадион. Лыжный стадион Черемушки. До обеда сюда приходят заниматься школьники железнодорожной части города. Их сменяют учащиеся детско-юношеской спортивной школы. И совсем под вечер на освещенные лыжные трассы выходят размяться взрослые. Больше 30 лет эта трасса принимает лыжников, любителей и олимпийских бегунов. Сосногорцам есть на кого равняться. Это спортсмены из состава сборных СССР и России. К мировым и российским чемпионатам их готовили сразу 4 тренера. Среди них Галина Трубина, которая отдала лыжному спорту почти 35 лет. Из них последние 8 мастеру спорта и преподавателю базироваться приходится не на лыжном стадионе, а в спортцентрах по соседству. Вы так и базируетесь в этом маленьком балке, в этом вагончике? Нет. У нас была нормальная ваза здесь построена еще во времена локомотива. И названия менялись периодически, например, в спортивной школе. Просто был пожар, и у нас она сгорела. С нашего рабочего места, вот у меня база Олимп, на Гайдара 6, мы приходим сюда, у нас там с черемушек, и здесь занимаемся. А сюда заходим в крайнем случае, если замерзнем или во время соревнований переодеться или что-то. Идеально, конечно, было, если бы лыжная база находилась на лыжном стадионе, мы все бы были здесь. Вы в таких условиях, тем не менее, можете воспитывать чемпионов, правильно? Как бы Сосногорск славится своими традициями уже давно, еще со времен СССР у нас свои чемпионы и члены сборной Советского Союза были. Вот именитых можно перечислить? Конечно. У нас, значит, Медведева Ирина, член сборной СССР по лыжным гонкам, наша сосногорская гордость. Лебедев Игорь, член сборной СССР по лыжным гонкам юниоров. И потом уже, когда Россия пошла, там уже у нас появились другие воспитанники, которые сильнейшие были. Значит, можно Трубина Алена, моя дочка, много лет защищала честь республики Коми. После нее пошла Юля Иванова, наша знаменитая сосногорская лыжница, в курсе, наверное, член сборной России по лыжным гонкам. После нее пошла Юля Белорука, которая теперь тоже член сборной России. То есть мы уже вырастили столько членов, как говорится, несмотря на маленький городочек Сосногорск. Ну, сами видите, представительство даже сборной России уже... Сосногорск нас знают везде практически. Единственное теплое помещение, пригодное для хранения спорт-инвентаря на стадионе Черемушки, вот этот балок с печкой-буржуйкой. Тут же устроен прокат для местных. Фактически я нахожусь на строительной площадке. Вот эта металлическая свая является первой в фундаменте новой спортивной школы. Она здесь начнет строиться в 2015 году. Так будет выглядеть новый спортивный объект. По сути, это проект повторного применения. Схожий построен в Уссилемском районе. Это лыжная база, которая будет базироваться на лыжном стадионе. Подразумевается она на 20 учащихся, сама база, в которой будут находиться, ну, в принципе, все объекты, которые... Ну, как не объекты, а помещения, которые будут приспособлены чисто для лыжников. Это и раздевалки, это санитарные какие-то уборные комнаты. И для подготовки лыж комнаты, в принципе, полностью оборудованы для того, чтобы можно было нормально заниматься, прийти переодеться, подготовить лыжи и пойти уже на трассу заниматься. А прокат? Прокат будет там? Прокат обязательно будет, да. То есть это как раз таки коммерческая составляющая, которая позволит обслуживать? Ну, в принципе, прокат делается в большей степени для того, чтобы и население района тоже могло, как бы, иметь возможности кататься на этой трассе. Проект всем хорош. Единственное, чего не хватает, так это гаража для снегоходов и приспособлений по нарезанию и обслуживанию лыжных трасс. Впрочем, технические средства, используемые на стадионе, давно устарели, а новый ретракт в сметы не вписан. Однако тренерский и обслуживающий состав не теряет надежды, что такое оборудование, а не получит честь открытия новой лыжной базы. Не успели сосногорцы нарадоваться сферу, открытому ко дню железнодорожников, как в центре города начали работу по устройству еще одного места для массового отдыха. Стоит отдельно рассказать о площадке под будущий городской парк. По сути, это несколько соток густого лесного массива в самом центре города, разделяющий пятый и шестой жилой микрорайоны, рай для собачников и мелких криминальных элементов. Руководство муниципалитета приняло решение разработать проект парка, который объединит весь город. Проект был представлен аттестационной комиссией, которая имеет очень авторитетное значение Республики Коми, так как это представители органов государственной власти Республики Коми, это преподаватели Соктевкарского государственного университета. Наш проект был отмечен особо и была представлена номинация как социально значимый объект развития муниципального района Сосного. То есть фактически объекта еще нет, но о нем уже знают и он уже звучит. Да, да. Очень интересное название. Вот когда прорабатывали этот проект, на кого опирались? Это чисто авторская работа или над ним работало много людей? Рабочая группа была определена из специалистов работников администрации, которые непосредственно занимаются вопросом архитектуры, строительства, формированием земельных участков. Непосредственно это в том числе и управление, которые выступают как заказчики реализации данного проекта и ведут надзорную деятельность за обустройством данного лесопарка. То есть над этим лесопарком работают на самом деле очень творческие и очень грамотные люди. Главной целью и задачей было привнести в лесной массив многофункционала, чтобы он был не просто лесным массивом, а чтобы действительно был востребован для культурного отдыха и благоустройства нашего города. Чтобы в нем можно было проводить какие-то события, назначимые мероприятия. У нас ведь он не только как культурный какой-то центр, это еще также и тематический объект, то есть с привнесением сюда коми-традиции. Поэтому мы разработали эскизы героев коми-сказок. То есть это будут сказочные персонажи, это будут скамейки удобные, это будут беседки. Это будут малоархитектурные формы, это будут скамейки, это будут самым грандиозным, я так считаю, что в этом проекте это все-таки каскадные водопады. Вот центральная фигура у нас является глухарик, в нее пойдет центральный вход, вдоль него будет проложен отводной дренаж, освещение, здесь будут установлены скамейки для отдыха людей, здесь будет водопад, здесь будет второй водопад, и они между собой будут соединены каскадными ручьем. Я еще вижу один объект, это спортивная площадка и бассейн, то есть фактически это будет цельное развитие территории. Что почему привязывается бассейн к парку или парк-бассейн? Вообще мы думали, что это все-таки у нас единый объект, то есть мы как-то его сразу привязывали к лесопарку, и естественно хотим, чтобы эта территория была востребована, когда будет построен данный бассейн. Это уже согласованный фасад, то есть мы уже все это обработали, да, плавательный бассейн. То есть у вас уже все готово, все проекты, все на бумаге, все уже, я смотрю, уже подписано, согласовано. Осталось только отмашка. Осталось только построить. А сейчас мы находимся в самом центре Сосногорска. Это площадь Гагарина. За моей спиной типовой проект советского периода, здание Дома культуры «Горизонт». Десять лет назад его признали аварийным, пять лет назад обнесли забором. Этот Дом культуры важен и знаком не только горожанам. На протяжении 20 лет тут собирались рок-группы со всего северо-запада на знаменитый Сосногорский рок-фестиваль. На этой площадке выступали исполнители из многих российских округов и зарубежья. По сути, от здания осталась лишь старая, но еще крепкая кирпичная коробка. Рабочие снесли ветхие перегородки и продвинившие перекрытия. Вывезли несколько десятков машин хлама. Сейчас в зрительном зале пусто и уныло. Лет пять уже как «Горизонт» законсервирован. Но в прошлом году сюда уже вошли строители и начали с главного. Полностью выполнено отопление. Целиком, всю отопительную систему. Полностью отопительную систему. С автоматикой полностью. Вот она здесь. Выполнена полностью вентиляция на 95%. Осталось только одно. Поставить два дефлектора наверху. Сегодня проект есть полностью на все здания. Есть проект на зрительный зал, на сценическое оборудование полностью. Мы сегодня проводили совещание, определились с чего начнем, как и так далее. То есть этапы расписаны. Где, когда, какие работы будут выполняться, вы тоже уже знаете. Дело за чем? Дело только за том, как последний будет подписан городским поселением о передаче акта. Нам мы приходим сюда, актируем, смотрим, что сделано, принимаем на баланс и объявляем торги. Горизонт славился своей акустикой. Передачей вот звука, то есть на сцене то, что звучало, очень хорошо было слышно и в зрительном зале. Вот акустический момент проработан вот этот по акустике. Проект мы сохраняем его. Поэтому сегодня только решается вопрос об отделке стен материалом, чтобы сохранить ту акустику. Были сегодня специалисты по акустике, нам предлагали, что сделать, как сделать и так далее. И по свету, и по акустике. По окончанию ремонтных работ зал заполнят удобными креслами, реконструированными светильниками, оденут сцену. И что немаловажно, установят профессиональное немецкое звуковое и световое оборудование, чтобы на эту площадку вновь вернулись легенды Сосногорского рок-фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова